привет друзья сегодня мы будем разбирать с вами вот такой вот небольшой этюд где будем изображать девушку итальянскую мадемуазель с яркими акцентами то есть у нас есть три главных темных контрастных акцента и что самое интересное мы будем работать без карандаша и будем учиться составлять форму сразу же на листе для чего нам это надо для того чтобы бороться со страхом белого листа мы начинаем работу с лица то есть прорисовываем основную форму головы девушки и руки я использую достаточно монокромную палитру то есть здесь нет кричащих цветов по количеству это буквально три или четыре цвета то есть это дюны окра немного красного и контрастный оттенок который у нас будет в палитре это черный цвет один из основных работая с акварелью я стараюсь использовать очень много воды как мы знаем то что акварель любит воду и эта краска этот тип краски он предполагает использование очень большого количества воды так как материал на котором я работаю скетчбук он не предназначен для того чтобы работать с акварелью то есть предназначен для работы с сухим материалом то на бумаге может оставаться очень очень большие лту же от воды поэтому их можно будет подтирать или же сухой кистью большой или же бумажными салфетками последующим вот таким образом мы простраиваем основную фигуру девушки убираем в некоторых местах вот воду которая у нас остается добавляем чуть больше контрастных оттенков то есть так как этот этюд для начала мы простраиваем основную формы головы и используем не многосложные цвета а в последующем мы добавляем чуть более сочные оттенки с добавлением красного на местах где у нас будет находиться ухо нос и в области губ и глаз сейчас же мы простраиваем делаем рисунок на пиджаке у девушки или же это платье мы делаем пятна то есть в принципе мы работаем в основном с пятном а уже когда мы закончим делать основные фигуры основные формы мы будем добавлять уже декорацию и в некоторых местах тонкие линии или же элементы с точками и с правой стороны мы тоже добавляем немного таких элементов то есть мы работаем на чистовике можно сказать всегда обращая внимание на композицию которую сделали сначала на эскизе чтобы не потеряться чтобы у нас вся форма вся простроена композиция рисунка не съехала ни вправо ни влево а стараемся соблюдать баланс и так мы сейчас возвращаемся к верхней части голове девушки и берем темный оттенок и рисуем волосы у девушки заметьте то что та первая часть первый слой который мы прорисовали он до сих пор еще не высох поэтому могут краски растекаться и тот темный пигмент который мы сейчас нанесли он будет потихоньку проходить в тот слой слой можно сказать лица и расплываться но если слишком много воды осталось на первом слое то это может дать эффект грязи поэтому сначала лучше проверить если бумага подсохла или не подсохла и лучше подождать или же помочь убрать излишек воды с помощью бумажной салфетки таким же образом мы прорисовываем те белые места которые мы оставили рисуя узор на пиджаке и проходим черным цветом также по контуру руки здесь можно немного скорректировать форму руки с помощью черного цвета если например она у нас сначала получилось достаточно объемная и таким образом черный цвет нам помогает немного скорректировать те формы которые мы сделали изначально потому что мы работаем без карандаша и стараемся рисовать и исключительно с помощью кисти с помощью пятна не вдаваясь в подробности но как я уже сказала это упражнение помогает нам расслабиться помогает нам действовать более смело и не бояться сделать ошибку с правой стороны я не заполняю тотально черным цветом форму пиджака потому что в последующем мы сделаем небольшой линейный рисунок с помощью маленькой кисточки поэтому мы оставляем немного серый цвет с небольшим переходом то есть изгредиентом и возвращаемся к лицу девушки и добавляем более конкретные детали такие как ухо губы и делаем впадину в глазах то есть мы нанесли немного более темного насыщенного оттенка и убираем излишек с помощью сухой кисти и оставляем это место высыхать и возвращаемся обратно к волосам здесь на то место где у нас растеклась и и соединилась краска черная и цвета лица мы добавляем волосы линейный рисунок вот таким образом здесь я стараюсь работать по форме волос которую мы сделали изначально то есть по форме дуги то есть какую мы изначально форму определили я просто добавляю более декоративные детали с помощью линии когда мы рисуем уже линию то я стараюсь не брать очень много воды на кончик кисти стараюсь использовать полу сухую кисть так как мы работаем по полу влажному листу так как первый слой у нас еще довольно таки сырой и он еще не высох и может дать эффект грязи и надо быть с этим очень аккуратным используя очень тонкую линию мы с помощью дуги буквально одним движением рисуем бровь девушки как я сказала изначально желательно проверить если бумага высохла или не высохла потому что та линия которая мы проведем по достаточно влажной бумаги она у нас моментально растечется и даст эффект такой грязи и возвращаемся к прорисовке деталей на пиджаке девушки здесь можно добавить больше декорации или же оставить таким потому что таким в такой форме так как у нас идет и мы не вдаемся в подробности мы изображаем мы пытаемся уловить основной характер и передать основные формы узнаваемые формы теперь мы добавляем опять же с помощью линии форму сигареты у девушки в руке и возвращаемся к декорации пиджака как я сказала изначально мы специально оставили здесь более светлые оттенки чтобы сделать эффект узора на пиджаке то есть можно декорировать не только с помощью как мы сделали это изначально на левой части с помощью пятна прорисовав цветы а с другой части мы делаем по другому пути мы заполняем полностью всю форму пиджака и оставляя более светлые оттенки и уже работаем с помощью узора и с помощью элементарно черной линии теперь же мы добавляем характерный такой элемент итальянской жизни это чашечка кофе и и заметьте то что она контрастирует и можно сказать гармонизирует нашу композицию с белым платком сверху на голове у девушки таким образом у нас получается баланс ну а теперь мы заполняем те белые пятна которые у нас остались между волосами и рукой девушки таким образом мы дорабатываем фигуру девушки то есть там где у нас находится плечо мы приподнимаем с помощью темного пятна чтобы плечо не оказалось упавшим то есть мы его поднимаем таким образом делаем более гармоничную форму фигуру девушки сейчас я проверяю если высохла высох первый слой который мы наносили изначально как я говорила сначала желательно проверять если высох то он или не высох чтобы потом тот линейный рисунок который мы производим уже на первом слое он не растекся и легкими движениями рисуем глаз девушки и добавляем немного тени на губы и вы рисуете форму ухо делаем это буквально с помощью одной-двух линий очень быстро и можно сказать наш этюд готов вот такой у нас получился небольшой рисунок сегодня спасибо и до скорой встречи